Здравствуйте, уважаемые подписчики! Капуста – один из главных овощей на нашем столе. Многие выращивают капусту. Капуста по срокам созревания бывает раннеспелой, среднеспелой, позннеспелой. И в отличие от многих овощей, эти сорта раннеспелой, среднеспелой, позннеспелой употребляются по-разному. Если, например, мы ранние огурцы можем съесть в свежем виде, можем их засолить и замариновать, то с капустой вот так не выйдет. Раннеспелые сорта не годятся для квашения длительного хранения, среднеспелые сорта не годятся для длительного хранения, но они отличны для квашения. А вот познеспелые сорта годятся для хорошего длительного хранения, для квашения в осенний период они не годятся, но их можно квасить уже в поздний период, где-то после Нового года. Позднеспелые сорта при уборке содержат довольно маленькое количество сахаров. Сахара они накапливают в процессе хранения, а для того, чтобы хорошо проходил процесс квашения, нужны сахара. Причем лучше всего, если будут естественные природные сахара, а не тот наш сахар-рафинад, который мы можем добавить. Поэтому позднеспелые сорта лучше отложить на хранение. Вся капуста – это культура, которая потребляет много воды. Капуста – это растение водохлёб. Но излишки воды привозят к тому, что кочаны растрескиваются. Если вы её залили, а ещё хуже, если стоит дождливая погода, то можно остаться практически без урожая. Есть сорта и гибриды, которые устойчивы к растрескиванию. Есть сорта и гибриды, которые устойчивы к бактериозу, фузариозу, что позволяет как можно дольше держать растение на корню. И сегодня я об этом вам сейчас расскажу. И начнём с раннеспелой капусты. Один из лучших сортов – это парел. Парел – это сорт голландской селекции. Парел устойчив к растрескиванию, он не растрескивается. И парел можно держать где-то до средней осени спокойно. И невкусовые качества не теряются, и не теряется ни товарный вид. Если вы выращиваете капусту и хотите иметь прекрасный товарный вид у кочанов, то обратите внимание на гибрид-реактор. Реактор очень любят фермеры, которые выращивают раннюю продукцию на продажу. Кочаны выровненные, кочаны дружного созревания. Очень хорошая урожайность, очень хорошая завязываемость кочана. Парел и реактор начинают завязывать кочан уже над третьим-четвёртым листом. И они уже практически только высадили, и через какое-то время уже маленькие кочанчики начинают образовывать. Не нужно ни зависть употреблять, ни бутон употреблять. Вот эти стимуляторы завязывания кочанов. А вот эти растения имеют очень хорошие вкусовые показатели и устойчивы к фузариозу и растрескиванию. Теперь о среднеспелых сортах. Среднеспелые сорта мы выращиваем на потреблении в свежем виде, ну и, конечно, на квашении. Всю жизнь считалось, что слава – это идеальный сорт для квашения, но ни одной славы мы живы. И сейчас довольно-таки много сортов и гибридов. И я выбрала вам один довольно-таки известный – это ринда. Ринда не растрескивается. Ринда имеет очень хорошие вкусовые качества. Ринда устойчива к большинству заболеваний капусты. Ну а из новинок – чудо на засол. Это очень урожайный сорт. Это сорт, который удается в различную погоду, в разную погоду и в разных климатических условиях. Это капуста, которая долгое время сохраняет свой товарный вид и долгое время сохраняется на корню, и она не растрескивается и в дождливую погоду. Квашеная капуста из гибрида «чудо на засол» вполне может заменить квашеную капусту из славы. В поздней спелой капусте, я считаю, что требования должны быть повышены. Вот именно к сортам поздней спелой капусты. Во-первых, она должна хорошо лежать. Во-вторых, она до момента съема, до момента уборки, она не должна болеть. То есть это сорта и гибриды должны быть устойчивы к различным заболеваниям, особенно фузариозу и бактериальной гнили. Эта капуста должна хорошо храниться и не болеть во время хранения. И, конечно же, она должна быть вкусной и не растрескиваться. Атрия – уже известный гибрид, гибрид голландской селекции, гибрид, который очень хорошо проявляет себя на наших огородах. Интересна очень капуста «Коля». Вот эта капуста очень вкусная и сочная после того, как полежит. Эта капуста даёт крупные хорошие вилки от 4 до 8 килограмм. Эта капуста устойчива к поражению трипсом. А трипсы – это как раз разносчики различных бактериозов. И это капуста, которая долго и долго лежит. Из таких относительных новинок – это гибрид «Монарх». Это гибрид, который выведен учеными Термирязевской академии. Вот этот гибрид лежит до 8 месяцев. Вилки очень плотные, вилки довольно-таки тяжёлые, хотя они не такие большие, до 3 килограммов. Но поздняя капуста особо крупной не должна быть, потому что крупные рыхлые кочаны хранятся позже. А вот «Монарх» – она как камень. И если её резать, когда режется, получается довольно-таки большое количество нарезанной капусты. Эта капуста очень транспортабельна. Эта капуста, чем дольше лежит, тем лучше становится её вкус. И вот именно после длительного хранения её можно употреблять в свежем виде. Вот такие известные и не очень сорта и гибриды капусты я рекомендую посадить на ваших огородах. Наверняка у вас есть и любимые сорта. Делитесь с нами, что вы любите сажать. Ну а если у вас участок небольшой, то можно приобрести по одному пакетику каждого вида и высаживать не сразу весь пакет, а растянуть на 2 года. Тогда вы будете из капусты, и места это займёт мало. А капуста – это растение, которое не переносит плотной посадки. Её нужно довольно-таки широко сажать. О лечебных свойствах капусты мы уже рассказывали, ну а о вкусовых свойствах, наверное, каждый знает. Огородник лучше меня. Сажайте капусту. Ну а у меня на сегодня всё. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»